ну да что-то там макс дорабатывал то надо ему позвонить может он где-то недалеко ну набери ему он там готов мы вчера готовили его целый день так тихо с подожди показываем самое дорогое что у есть да а где твой мотор елки-палки это вообще и шо он поедет его какой-то табуретка у вас прикольно да поедет я думаю ну хороший почти новый жужа до елки все разобрано все что можно разобрать сиденья хоть стоят не нет тоже сняты чего да а вон сиденье да это жестяк где макс скажи я уже тут смысле все токаря все токаря в отказ ушли делать на автозаводской есть нормальный токарь вообще законе он бы сейчас но завтра с утра смотрите тут у него запчасти новая все трамблер новый прокладочка вот к это что-то не похоже это что-то коммутатор прокладочки короче пара не то тут можно не знаю вырезать прокладки на всю жизнь да да так мы до субботы поедем или нет есть шансы 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 ну как пойдет да ну да ну да раздатка это вечная проблема я этому раздаточник уговорил что купи раздатку с да я давно эту идею знаю не это смотри у него и ну как мотор как бы хороший узел но его надо четко сделать там ну расточить не раздатка у него вообще самый лучший узел это лучший узел вообще это четкая машина просто ну в общем да а кто разбил то нет откуда же клип все так будет ёханы бабай офигеть вообще вы видели этот карбюратор макс говорил что ты там что-то купил все купил а и ты мне говорил тоже ну что так много ты купил но главное главное спокойно ехать не не спеша просто чтобы не это не менять один а полу ось где сломанная по 3 700 представляешь 3 700 подожди я переведу для людей которые не с украины 3 700 так перевести в доллар за долларов там ну ты так быстро перевел я даже задуматься не успел по сварке оторвалась там же она была сделана они взяли одну полу из полностью вытащили с баланка и вторая в нее заходила я понял это сорвало да порвало да ну я понял ну главное что сделали капитально блин как я люблю эту машину блин это ты что субботу бы слюб на ней мы наверное сундуковский кордон ты помнишь какие там места едем туда да да сейчас я если с чем может быть трудно с чем с карбюратором у на бензине поедем нет а там воды глубоко и такой нету так что у нас вообще фильтра нет у нас жабка ты понял но купить купить бы ушечку давай завтра утром бы ушечку поищешь просто на из калуза переходника такого нет не бушечный фильтр просто купить не на просто фильтр купить волну на него да и все на разборочке просто поставить а потом дальше в процессе уже разберешься без спешки да да купить просто фильтр корпус и фильтр и все там газелевский он волговский подойдет до я уже аж не мог поверить что я увижу эту прекрасную машину на сиденье одно стоит мы поднимались отсюда раскручивали да ну да тут же раскручивать не перераскручивать да мне всегда нравится как двери тут закрываются не так как у меня что ты гоняешь на мопеде или нет когда сухо да подыскивает покупатель на сказать все мосты перебрали раздавки мотор все новое люди оставили 8000 приехали купили всего на 8 кому кому а витя до 8300 баксов раз нету так это ж только небольшая часть это прокладки только да и паранит и по прокладки и паранит более уже предвкушение я думаю на чем я поеду на бэхе туда тяжело будет субботу ехать а вот и машинка уже почти близко нормально шлифанули до сделали да не я не хотим на кого то я не помню это бывает бывает а где как бывает и полторуха и штука 200 ну да где-то они нормально а какой какой ремонт получился а первый он стандарте был до него макс говорил что мотор был новый вообще то когда он когда у нас делался да и крышка передняя снималась не крышку и поддон макс снимал наверно да крышку и поддон макс снимал а а он мотон нет это он лазил уже процессе там были вопросы вода попадала он там что-то менял сальник а так так он говорил новый был все стандарте да так а поршня меняли не кольца под нормально там сюда тоже тогда когда он утонул не скучно в той яме где у не мог утонул где у не мог кончил мотор они же в одной яме и макс там макс тогда да у не мог еще утопил же там летом макс утопил проблемная яма так там она все все там крас там крас когда-то там не краса или крас кто-то там утонул кто-то там закопался приезжал крас с экскаватором знаешь лаптежник и выкапывали раскапывали там короче в этом месте это мне кто-то на днях это мне макс рассказывал я даже не знал этой истории не 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 до гульпрод уже после того было то было именно тогда я же привозил ему масло возле груши там меня лишь тогда все это не одни там без воды в субботу там болото такие торфянечки но воды мало ну как мало есть но без фанатик ты хоть вызови меня на торжественный запуск через час до не надо болеть чем сборка идет полным ходом я думаю могут до субботы и поехать было бы неплохо увидеть в боевом состоянии аппарат капиталка сразу всего мост раздатка мотор лебедку только еще не поставим но процессе все уезжают эти люди так что-то вместо дождя начинает идти снег ох должен быть субботу четкий афро вот у нас ну а второго числа я уже говорил напомню еще раз открытие сезона будет гоночка будет оффроуд будет все четко все поехал поехал домой покажу вам весь этот весь этот экшен и видео которого вы давно не видели да в субботу будет хорошо но на второе все приезжайте я думаю вам понравится будет light трасса можно и на кроссовере поучаствовать аккуратненько и на какой-то боевой классики если у кого-то есть что-то подходящее что не жалко так а сейчас мы поплывем автомобиль peugeot говорят хороший бренд ребята довольны новая почти новая свежая 500 какой-то восьмое наверное сейчас она будет плыть по этой жести просто тут такой заезд и выезд мне даже интересно как они поплывут елки-палки современный автомобиль 16 объем двигателя турбодизель 116 лошадей едет неплохо мне просто интересно как сейчас они будут ехать с полной загрузкой четыре человека в машине витя нашелся эти возят его в пижо на заднем сидении как президента практически вода просто класс была приморозила чуть-чуть одну ночь ничего замерзнуть не успела так здесь сейчас просто моря я не знаю у меня 225 60 шины как на кроссовере тут 235 60 родная 16 час 17 ну в общем большие достаточно в бмв колеса пижо поменьше клиренс так есть вроде смотрите тут проваливается они тут правда всемели знают наверное но нормально идем да хотелось бы чтобы витя ну аз поехал в субботу мы увидели его так это препятствия это я не тут ехал да нормально там просто глубоко справа очень ребята объезжают ух ёлки что-то чем-то шкребанул я днищим тут такой территория апокалипсиса на самом деле причем что летом что зимой особенно после дождя или чего-то подобного ехан и бабай блин как-то я туда по своему маршруту ехал лучше не знаю тут не очень хорошо но пежо почти внедорожник очень экономичная машина и большая на 20 лет она моложе чем бх семерка может на 19 что вроде как проехали всю жизнь мы нормально пару раз я черкнул всем пока завтра пятница я думаю мой у вас еще мы не сделаем хотя там принципе и немного делать заскочу к сане спрошу ну не уверен что завтра его сделаем вы туда на нем далековато ехать немножко большое расстояние до встречи подписывайтесь делитесь ставьте лайки комментарии напишите до встречи